К другим темам. Сибирская генерирующая компания поддержала инициативу общественников и депутатов провести замеры выбросов на ТЭЦ-5. Напомню, переход станции с каменного угля на Бурый в свое время вызвал немало вопросов. И хотя он уже состоялся, энергопоставщик дал общественникам возможность провести независимую экспертизу. Предварительные результаты в сюжете Марии Черешневой. Замеры проводят у подножья гигантских котлов ТЭЦ-5 в так называемых дымососах. Состав и концентрация выбросов здесь точно такие же, как на выходе из труб. Сразу две лаборатории сравнивают, сколько образуется вредных веществ при сжигании бурого и каменного угля. Этот вопрос волновал общественность с тех пор, как стало известно, что станция начинает работать именно на буром топливе. Задача была одна, чтобы это максимально было все открыто, максимально прозрачно. И вот первым шагом, который мы сделали, сегодня был организован выезд нашей рабочей группы на ТЭЦ-5. Общественники и депутаты проверили данные на счетах, детально наблюдали за работой обеих лабораторий. Уголь для проб и каменные буры смогли отобрать в прямом смысле своими руками. Мы опечатали по четыре конверта. Одна проба для компании СБК, одна для комиссии по городскому хозяйству депутатам горсовета, одна проба остается общественником и одна проба арбитражная. Первые результаты проб озвучили меньше, чем через час. Каменный уголь, азотодиоксид 312 мг на нормальный метр кубический, бурый уголь 201 мг на нормальный метр кубический. То же самое по остальным параметрам. Азотоксиду, диоксиду серы, углеродоксиду. Цифры по бурому углю всегда ниже. Энергетики и раньше отмечали новое топливо, более экологичное. Будем мы эти замеры продолжать и дальше. Программа мониторинга у нас ранее была расхвата, сейчас мы переходим на ежемесячные замеры. Результаты, которые назвали сегодня, в любом случае предварительные, более точные. Цифры Совет депутатов озвучит приблизительно через две недели. Мария Черешнева, Артем Валевич, Новости ОТС.